Алексей Валерьевич, мы обсуждаем водную блокаду Крыма. Украина настаивает и считает, что Крым – это часть территории Украины. Но как так получается, что своим жителям, которых украинское правительство считает своими, перекрывают доступ к воде? Как к этому относятся жители Украины? И есть ли политики, которые против таких методов борьбы? Ну, вы знаете, первое, что я хочу сказать, что здравомыслящих политиков на сегодняшний день становится все меньше и меньше в Украине. Это раз. Что касается непосредственно жителей Херсонской области, то больше 70% не поддерживают такое поведение сегодняшней власти. Просто они бессильны, но и, будем говорить, против оружия они ничего не сделают. Сегодня власть находится у врага, назовем так, у негодяй самых настоящих, отпетых, которые продали свою страну за этот зеленый доллар. И эта блокада на самом деле, она-то навязанная. Она навязанная заокеанскими партнерами, спецслужбами, заокеанскими и европейскими сателлитами. Поэтому эта блокада будет продолжаться. А как в Херсонской области жители реагируют? Я слышал там из-за того, что ту часть канала перекрыли, там подтопления какие-то были, проблемы, которые, в общем, не нравились местным жителям. Некоторые требовали открыть канал, даже депутаты какие-то Херсонской области, но их потом националисты укоротили. Да, националисты нагнули их. Ну, как к этому относятся люди? Люди негативно к этому относятся, потому что большая часть родственников живет в Крыму, у херсонцев. На кухнях и везде, конечно же, люди говорят, что это неправильно, это самый настоящий геноцид против своего же собственного народа. Сочувствуют? Не только сочувствуют, сопереживают даже. Алексей Валерьевич, вот хотелось бы вас попросить ответить Ксении Собчак, которая у себя в интервью заявила, что вообще мы говорим о националистах в Украине, когда там их всего 2%, зачем вообще на них обращать внимание? Почему их боятся, если их так недавно? Давайте ответим Ксении Анатольевне. Вы знаете, я вам хочу так сказать, чтобы я сказал Собчак. Я бы, наверное, прежде чем такие слова говорил бы, наверное, задумался. Вот посмотрите, кучка маргиналов и националистов сломали через колено всю страну. Запугали Одессу, запугали Херсон, кроме Донбасса. Поэтому не надо говорить, что там 2%. Их намного больше, чем вы думаете. И в данный момент с национализмом надо уже бороться и здесь, и в Украине. Скажите, пожалуйста, а как так получается, что вот Зеленский, человек с еврейскими корнями, по сути, тоже превратился из человека, который показывает фотографию могилы своего деда, ветерана Великой Отечественной войны, а сейчас какая-то метаморфоза, чуть ли не красно-черное знамя и портрет Бендера себе в кабинет вешает? Вы знаете, это приспособленец раз. Второе. Я его считаю негодяем, бессовестным человеком, который надругался над, можно сказать, своим дедом и ветеранами Великой Отечественной войны и над теми людьми, которые спасли мир от фашизма. Поэтому для меня Зеленский это предатель. Я знаю, что и у многих людей он предатель. За него проголосовали по большому-то счету именно за мир, и чтобы как-то убрать этого Порошенко. А если бы это была не та ситуация, поверьте мне, думаю, многие бы не голосовали за него, если бы это была другая ситуация. Поэтому для меня это просто конченый человек. Понятно, поскольку обманул людей. Алексей Валерьевич, мы вот в ходе этого эфира, посвященного водной блокаде, опросили там и депутатов российских, адвокатов, правозащитников, многих. И все высказались против предложения Владимира Жириновского, который предложил взамен, ну вот в ответ на блокаду вот эту водную, ограничить доступ воды на Украину из российских рек. Чтобы вот таким образом, дескать, вот насолить Украину. И они все сказали, что нет, братский народ, мы не хотим это делать. Вот как вы это прокомментируете? Давайте будем говорить так. Я не привык никогда обсуждать российских коллег. Это раз. У него своя точка зрения. Я украинец. Я бывший народный депутат от Украины. И считаю, на сегодняшний день Россия должна применить жесткие санкции по отношению к агрессору. Украина становится страной-агрессором. Притом, заметьте, натовские войска уже присутствуют, уже мускулами своими дергают. Что б я на сегодняшний день сделал? Хотя я понимаю, что это ударит непосредственно по Украине. Поэтому с гуманной точки зрения Россия не идет на эти вещи. А я пошел бы, чтобы прекратить войну. Чтобы сегодня нагнуть этих провокаторов и закончить с враждебным настроением. Это бы прекратил поставку бензина, техники, переводы денег. Ограничил бы проезд полный. Ну и многие другие функциональные методы для того, чтобы заставить Украину, а вернее ее власть, к миру. Принудительно при том. Теперь то, что касается воды. Воду бы пьет, давал бы. И это связано с тем, что есть понятие, как геноцид. Так вот, сегодня украинская власть проводит геноцид над собственным народом. И должен состояться Ньюнбергский процесс, как это было в 45-м году. Для того, чтобы эти фашисты сели и понесли наказание перед народом. Вот это моя точка зрения. И сегодня идет самая настоящая война. Как бы ни называть гибридная, еще какая-то интернетная. Интернетная. Это война. Реально. Объявленная война. Можно сказать, Россия. Поэтому там есть наш народ. Там есть русскоговорящий народ. Там есть русские корни. И вообще Киев – это Киевская Русь. Нам надо вмешиваться в ту ситуацию, которая там произошла. Чтобы сегодня не разрушить все до конца. Поэтому любыми методами надо сегодня воздействовать. Это мое личное мнение. Спасибо. Алексей Валерьевич, а есть ли шанс, что нормальные, здоровые, патриотические силы Украины, которые не находятся под пятой Соединенных Штатов, объединятся? Потому что у вас что есть? Значит, давайте так говорить. Честно и откровенно. Не надо ждать с моря погоды. Погоды этой не будет. Если Россия сегодня не будет вмешиваться и не помогать таким, как я, и здоровым силам, которые находятся в Украине, патриотическим, настоящим силам, которые за дружбу, за мир, за воссоединение и за людские понятия, ничего не будет. Смотрите, американцы сегодня вторгаются в политику Белоруссии. Американцы сегодня впрямую вмешались в суверенитет Украины. И почему-то они своих не бросают. Они полностью финансируют НКОшные структуры. Они финансируют националистов. Они финансируют войну. Они финансируют гражданскую войну, назовем так. И они финансируют идеологию, которая противостоит против российской идеологии. Что такое российская идеология? Это мир. Это свобода. Это сегодня равенство, будем говорить так, народов, которые проживают разных народов. Это защита разных народов. И так далее. Но сегодня Европа эту всю нечисть финансирует. А Россия молчит. Можно сказать, это последний рубеж Украины. Если сегодня проиграть до конца Украину, это обозначает, что следующее, это будет война с Россией. Пока еще Украина не проиграна. Я не верю, как многие говорят, что она проиграна, там нечего делать. Нет. Нам надо вернуть свои земли, свое союзное большое государство. Пусть оно называется Украина, но она не враждебная и союзная. Нам надо восстановить там памятники. Нам надо исторические факты восстановить. Нам надо восстановить сервер Крымский канал. Нам надо восстановить полностью все мосты, дороги и все остальное. И чтобы оно служило на наш общий, великий народ победителя. Спасибо вам за ваше мнение. Мы с вами согласны. Мы с вами согласны. Попробуем донести эту точку зрения до всех. Спасибо вам. Удачи. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.